Партнеры программы. Сеть магазинов Абсолют. Сеть цифровых супермаркетов Снежный Барс. Клининговая компания Дворецкий. Автотехцентр Юпитер. На первом альтернативном информационный выпуск в студии Александр Иванчиков. Здравствуйте! Главные темы этого дня. Отрезало палец. Пятилетний мальчик прокатился со старой горки и оказался в больнице. Ремонт в новом здании. Почему закрыли новый спортивный комплекс в селе Курумкан? ТГК неприкасаемый. Все жалобы, поступающие в адрес ресурсоснабжающей организации, могут быть проигнорированы. И начнем наш выпуск с главной и самой шокирующей новости дня. ЧП на детской площадке. Накануне в популярном паблике «Аноним 03» появилась публикация молодой мамы, которая призывала к помощи. Ее ребенок прокатился на детской горке и едва не остался без пальца. Произошло это еще 6 мая во дворе дома по улице Третьяково. Но, как оказалось, ни один компетентный орган до сегодняшнего утра не знал об этом, включая управляющую компанию и уполномоченного по правам ребенка. Символично, что на сегодня администрацией города был запланирован рейд по красивым и безопасным детским площадкам, которые установила для маленьких горожан железнодорожного района скандально известная компания «Эталон-С». Злополучную площадку на Третьяково ставила она же. И до недавнего времени обслуживала, вернее, создавала видимость. Тему продолжит Аюна Очертарова. Пальчик держался на одной кожице. Держался палочек. Все перерезал. И жили, и кости все перерезал. 6 мая пятилетний Максим вместе с бабушкой гулял на детской площадке. Палец мальчика застрял в щели между железным полотном и бортиком горки. На выручку пришли соседи. Они отогнули борт, вытащили руку и оказали первую помощь. Ребенок зашел в крови. Ну, заплакал, конечно, как всегда. Здесь он, видимо, не плакал. Шок, может быть, был или еще что-то. Меня увидел, заплакал. Сразу сказал, что у него сильно голова кружится. Ну и все. Я документы взяла. Поехали в травматологию, в СМП детскую. Там сказали, буду делать операцию. Меня не пустили. Вот та самая детская площадка, на которой пятилетний Максим едва не лишился пальца. О случившейся трагедии все еще напоминают элементы той злополучной горки. На них даже видны следы крови. Шостря у него палец в горке, кровь побежала у него. И, конечно же, потом дяденька приехал. Я не знаю, как его живут. И, конечно же, они рассказали все про голову, руку. Потом выживали в скорую. Мальчику давали палец. Потом мне мама сказала, вообще туда не подходить. Вот эта вот именно, как она, горка, ее чинили раза 4-5. У меня непосредственно муж ее чинил, ее тут распинают один раз, она развалится. Ее подойдут, кто-нибудь болтиками закрутит обратно, и все, она стоит дальше. Все, и вот так вот, и она жила, жила, и вот происшествие ее вообще разобрали, правильно сделали. Кто разобрал, скажите? Соседка, женщина. Разобрала и выкинули. Жильцы говорят о том, что площадка опасна, в управляющую организацию сообщали и не раз. В компании «Эталон-Эс», которая устанавливала эту площадку и до недавнего времени обслуживала, сообщили. Жалоб не поступало. Об инциденте они не знали. Да и, судя по всему, площадку эту не проверяли. К тому же, совсем недавно дом передали другой управляющей организации. Мы получили это здание обслуживание буквально где-то около месяца назад. Домов много, претензий очень много. Я бывшую управляющую компанию, но все, допустим, те недостатки, которые есть, мы сразу за один месяц их исправить никак не сможем. Ответственности вы себя не снимаете? Нет, конечно, нет. Да, конечно, все же, это какой-то будет нам пределен ущерб, да, конечно, мы его полностью все оплатим. Как нас заверили в Комитете городского хозяйства, соответствующие меры будут приняты. Однако на деле КГХ может только вручить предписание, за неисполнение которого управляшка даже не заплатит штраф. Покарать нерадимых домовладельцев может только жилинспекция. Таких случаев вот я не помню. Ну, у нас пока такой статистики, скажем, нет. Ну, не было таких случаев. Мы, конечно, будем сейчас, пройдем внеплановый осмотр всех площадок в городе. Сказать однозначно, что сейчас их нету или они есть, я вам не могу. Площадки посещают люди, не только дети, но в том числе и взрослые люди. Зачастую используют их не по назначению оборудования, которое установлено. Поэтому сегодня площадка, она может быть, скажем так, в идеальном состоянии, а через неделю она может быть уже испорчена. Так не мой бы ребенок, чей-нибудь другой бы залез, все равно бы сюда. Так же, такой же и был. Было страшно смотреть, маленький ребенок, пятилетний. И он все спрашивал у меня, как, что с моим пальчиком будет. Максим все еще находится в больнице. Операция прошла успешно. Сейчас палец начал приживаться. Маме Максима удалось создать общественный резонанс благодаря соцсетям. Мы уверены, что они получат все компенсации. А сколько же еще случаев травмирования детей, о которых неизвестно? Стоит только догадываться. Аина Чертара, Александр Хмаганов, Юрий Шабаганов. Первая. Альтернативная. И в продолжении темы сегодня гость нашей студии, юрист, правозащитник, руководитель юридической службы Виталий Ханихоев. Добрый день, Виталий. Добрый день. Что делать в подобных случаях с точки зрения правовых вопросов, правовых решений каких-то, естественно, после оказания первой медицинской помощи? Потому что это случай не единичный, подобный травмирования детей на детских площадках, в принципе, в городе, да, и в республике не первый это случай. Что нужно предпринимать родителям, ответственным людям за ребенка? Правильно совершенно. Вы сказали, что случай не первый, не единичный. Есть, существует практика уже судебная, довольно распространенная. То есть, в данном случае ответственность несет управляющая компания, которая обслуживает данный многоквартирный жилой дом. Вот, согласно, вот у меня есть прецеденты с Омска, в принципе, вот ехал на программу, выписал. Вот у нас 162-я статья жилищного кодекса указывает, что по договору управления к домам управляющая компания обязана содержать и общее имущество. А к общему имуществу, согласно закону, как раз относятся детские площадки. То есть, в данном конкретном случае управляющая компания, которая отвечает за содержание дома, отвечает за последствия, которые произошли, к сожалению, с этим мальчиком. Ни для кого не секрет, что у нас в городе, в частности, у нас в городе очень много домов, которые не обслуживает ни одна управляющая компания. Это аварийные дома, либо те дома, которые не хотят никто на баланс брать. Но какие-то детские площадки все равно возле них есть. В этом случае кто будет нести ответственность? Вот смотрите, у нас все очень просто. У нас если есть кто-то, кто несет ответственность, он как-то собственник управляющей компании, то он несет ответственность он. Если нет, то муниципалитет. То есть, все, что в данном случае управляющая компания может сделать, это, конечно, постараться ответственность себя снять. То есть, как часто бывает, что в центре детская площадка и 4 дома вокруг. И непонятно, за конкретную часть детской площадки кто отвечает. Такое может быть. Но это все равно легко устанавливается. То есть, конкретный данный случай, сложного ничего нет. Просто установить, кто отвечает именно за эту горку. И эта управляющая компания, организация должна ответить. То есть, там исковое заявление надо подавать и все такое прочее. Правда, единственное, что с правовой точки зрения, конечно, необходимо подождать, когда последствия станут ясны. Это что значит? Ну, то есть, я так понимаю, сейчас же ребенок еще находится в больнице. То есть, непонятно, какие последствия для организма. Поэтому рановато еще подавать исковые заявления. Это вот когда уже становится понятно, что ну, а вдруг вот все нормально там. Ну, все равно, конечно, что моральные вреды и так далее. Но разница совершенно другая, чем если тяжкие последствия. Правильно же? И у нас остается не так много времени. Вот, в принципе, в подобный случай произошла травма ребенка. Что нужно предпринять родителям? Какие прям шаги? Если есть какой-то определенный алгоритм зафиксировать фото, видео или просто достаточно освидетельствования какого-то? Ну, вот что, как поступать в этом случае? Ну, в принципе, вот все, что произошло, оно все сейчас происходит в рамках этой процедуры. То есть, вот вызов скорой помощи, соответственно, при каких обстоятельствах все это происходило. Ну, и съемочная группа на место выезжала. То есть, в принципе, доказательная база уже есть собранная. В дальнейшем я бы рекомендовал собирать тщательно все чеки, собирать все документы, относящиеся к здоровью. Потому что когда здоровье, так сказать, ребенка наладится, возникнет вопрос именно о необходимости подачи. Это все пригодится. Ну, это мы сейчас про данный конкретный случай говорим. А если в общем? Нет, нет возможности ни съемочную группу вызвать, да, ни собрать это все быстро. Ну, понятно, это шок всегда для родителей. Вот как нужно поступать? Ну, видите, как бы, когда приезжают бригады скорой помощи, что выезжают на место происшествия, они у себя пишут при каких обстоятельствах это произошло. Конечно, никогда не помешает там с фото, видео сделать. Но, как правило, в общем, не до этого в основном, да. А в дальнейшем, когда мы обращаемся в суд, вызываются в суд работники скорой медицинской помощи, и они говорят, при каких обстоятельствах это произошло. То есть, как бы, врачи-то врать тут не будут. Спасибо большое, Виталий. Я напоминаю, что в гостях у нас был юрист, правозащитник Виталий Ханихоев. Далее вас ждет обзор происшествий минувших суток от моей коллеги Ирины Жеребко. В слухе о новом маньяке. В районе Левого берега на Улан-Уденку напал маньяк. Он начал ее душить, бить кулаками, пинать. Но, к счастью, жертве удалось спастись. Злоумышленник устал бороться с девушкой и просто ее отпустил, так сообщает подруга жертвы в одном из местных пабликов. Однако в полицию подобных заявлений не поступало. Сбили пешехода. По улице Ивалгинская в районе остановки дачи на Зебре сбили пешехода. Пострадавшего доставили в БСМП с переломом костей и травматическим шоком. Виновник ДТП скрылся. Ведется розыск. Дома горят. В районах Бурятии за сутки горели два частных дома. В Мухаршибире огонь уничтожил стены дома и веранду, а в Кабанске пламя захлестнуло крышу и стены одного из дачных домов. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Ущерб устанавливается. И к другим новостям. Спешат на помощь. Примерно так можно охарактеризовать ситуацию с лесными пожарами в Бурятии. Накануне президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с главами огненных регионов. Отчитался перед президентом и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Доклад стандартный. Горим под чутким контролем. Спасибо, что приезжаете и помогаете. Когда потушим, не знаем, но скоро. Меж тем в республике действует режим чрезвычайной ситуации. Республика готовится к приезду главы МЧС России Владимира Пучкова. Уже завтра он прилетит посмотреть на пожары. За горящей Бурятией следит и лично президент России Владимир Путин. Может быть, хотя бы пристальный контроль верхушки поможет. Амурская область, Бурятия, Забайкальские краи страдают особенно. Тысячи гектаров леса горят. Давайте сегодня поговорим о том, что делается. Я знаю, что создана и межведомственная рабочая группа. Ведется космический мониторинг ситуации. Хотел бы от вас услышать, что предпринимается конкретно и что планируется сделать в ближайшее время. Имею в виду также и наступающий период летних отпусков. Сказать, что ситуация тяжелая, ничего не сказать. Уже больше 30 тысяч гектаров в Бурятской тайге пройдено пожарами. Основная причина – неосторожное обращение с огнем местных жителей. Чтобы сократить риски новых возгораний, в республике запретили посещение лесов. Я прошу провести подомовый обход сходы граждан с разъяснениями требований режимов и ответственности за их нарушения. То же самое будем выборочно проверять. Мы создали здесь летучую бригаду, которая будет выезжать и проверять, заходить в дома и просто спрашивать. У вас были кто-нибудь? С вами разговаривали на эту тему? Объясняли или нет? Если мы получим отрицательный ответ, будем считать, что в этом поселении работа не была проведена. Пожароопасный сезон в республике начался еще 8 апреля. Но достаточной подготовки как не было, так и нет. Хотя в этом году на пожарах работают десантники и добровольцы, многие районы с особой тяжелой обстановкой просят помощи у властей. Федеральная авиалесоохрана уже подключилась к тушению. В связи с осложнением пожароопасной ситуации, а также прогнозируемым ухудшением обстановки из-за высокой температуры воздуха и усиления порывов ветра, в настоящее время выделены дополнительные средства из нераспределенного резерва субвенции Рослесхоза на тушение лесных пожаров в сумме 175 миллионов рублей. Сейчас в тушении бурятских пожаров участвуют почти 150 человек из Федерального резерва. За прошедшие сутки ликвидировано 15 очагов, еще 14 локализованы. На утро 12 мая зарегистрировано 16 действующих пожаров. Галина Соболева, Александр Сдаукшес, первая альтернативная. Очередная показуха в селе Курумкан. Общественное внимание привлек новый физкультурно-спортивный комплекс. Спортсооружение было закрыто сразу же после его торжественного открытия. Блогеры назвали это очередной показухой. В частности, Эрдем Гомбоев писал на своей странице в Фейсбуке, что причина закрытия – долги по электричеству и отоплению. Чтобы разобраться в ситуации, в Курумкан отправилась Аюна Очертарова. Большой спортивный объект стоимостью 92 миллиона рублей был введен в эксплуатацию в апреле этого года. Однако через несколько дней после торжественного открытия и первых же проведенных соревнований в честь этого ФСК закрыли. Очередная показуха. 1 апреля торжественно открыли новый ФСК в селе Курумкан. Это событие освещали все республиканские СМИ. 2 апреля в этом спортзале отключили отопление и электроэнергию за долги. И не торжественно закрыли. На отопление в год им нужно 7 миллионов рублей. В районе таких денег нет. Собираются строить собственную котельную. Спортивный комплекс действительно оказался закрыт. Но, как нам пояснили, вовсе не за долги. Причина в том, что проектировщик не до конца продумал систему водоснабжения. Из-за низкого давления вода не доходит до второго этажа. Ошибка проектировщиков, я считаю. Они спроектируют проект. Вода идет от водобашни только на спорткомплекс. Но у нас там идет разбор воды. К этой водобашне подцеплена школа, центральный районный больницы, библиотека и ФСК. Поэтому в момент сильной нагрузки воды не хватает. Поэтому мы решили автономно сделать. Выход нашли. Реанимировали старую вышку неподалеку. И уже от нее провели новые трубы. Сейчас монтажные работы уже завершаются. Почему же исправлять ошибку взялись так поздно? По словам руководителя администрации, поменять проект было еще дороже и сложнее. Поэтому было решено дождаться, когда объект встанет на баланс с района. И начать переделку. Мы решили все-таки довести до конца самостоятельно этот объект. Чтобы в будущем у нас не возникли проблемы с давлением воды, мы решили потратить собственные средства и немножко изменить систему водоснабжения. Но это временное явление. Сейчас мы монтируем систему водоснабжения отдельно, автономную, отличную от того проекта, который был. И буквально где-то недели, дней 10 спорткомплекс заработает. В этом комплексе предусмотрен большой игровой универсальный зал, где будут заниматься дети отделения волейбола, легкой атлетики, футбола. И там также у нас предусмотрено в малом спортивном зале занятия по вольной борьбе. Также будет у нас функционировать тренажерный зал. И на втором этаже у нас будут заниматься участия отделения шахматы. По подсчетам администрации, содержание объекта будет обходиться примерно в 6 миллионов рублей ежегодно. Сумма для районного центра огромная. Но что поделать, руководство уверено, ФСК Курумкану нужен. Например, у одной из школ нет своего спортзала, и ФСК должен его заменить. В тренажерные залы уже записались многие жительницы села, а дети с нетерпением ждут открытия спортивных секций. Для нас это очень большой подарок, потому что за все это время наша детская спортивная школа не имела своей собственной базы. И наши тренеры-преподаватели работали при общеобразовательных школах, базировались на общеобразовательных школах. Спорткомплекс нужен, деньги на это дело будем изыскивать. Физкультурно-спортивный комплекс обещают открыть к республиканским сельским играм, которые начнутся в районе уже 15 июня. В универсальном зале будут проходить соревнования по волейболу. Аина Чертарова, Александр Хамаганов, Курумканский район, первая альтернативная. Коммунальным проблемам сегодня официально завершился отопительный сезон. Правда, у кого-то он так и не начинался. Жителям по улице Баграда, о которых мы не раз вам рассказывали, никак не удается доказать факт некачественного предоставления услуг ТГК-14. Несколько месяцев продолжаются судебные тяжбы. Дело дошло до Верховного суда и может принять совсем неожиданный оборот, продолжит Будам Мунхоев. Наша телекомпания уже неоднократно приезжала на Баграда-61, где проживает Татьяна Низовцева. Женщина уже который год бьется против теплоснабжающей компании, которая продолжает взимать деньги за горячую воду и тепло, не удосужившись при этом привести в порядок теплосети. Длится вся дочехарда уже не первый год. Стол Татьяны Николаевны просто забит бумагами из районных судов, администрации города и прочих инстанций. А сама же женщина принялась изучать все тонкости юриспруденции. Я судье себя представляю сама, так как пришлось самой изучать все законы, особенно по ДК-14, повышая свою квалификацию на старости лет. Ну так сказать, чтобы мозги-то не заржавели, чтобы при памяти умереть, чтобы Альцгеймера не было. Вот поэтому изучаю все законодательство сама, ну и представляю свой интерес. Сам себе защитник и адвокат пришла к выводу, что с судом явно не все чисто. Непостижимым образом ДК-14 удалось выиграть дело в октябрьском суде, да еще и выставить жильцов виноватыми. По закону, если компания не выезжает на место жалобы, жильцы сами вправе взять показания и использовать их в качестве доказательства. Но судья решил все иначе. Адвокат ТГК-14 сказал, хоть закон на вашей стороне, но все равно суд будет решен, это решение суда будет все равно в нашу пользу. Закон говорит о том, что мы имеем, мы вправе сами составить вот эти акты, если не приезжает ПАУ ТГК-14, и они будут законными. Но судья Турунхаева сделала другой вывод. Понимая, что аргументов в свою пользу в управляющей компании нет и быть не могло, представители ТГК-14 действовали по принципу «лучшая защита – это нападение». Поэтому в ходе судебного заседания внимание акцентировалось на том, что составление актов жильцами было неправомерным. Закон говорит о том, что при судебных разбирательствах потребителя и управляющей компании время доказывания лежит на стороне управляющей компании. Ни одного доказательства о том, что услуга у них надлежащего качества, ПАУ ТГК-14, не предоставила. И судья Турунхаева, она не приняла этого внимания. Следующее судебное заседание состоится 16 мая этого года. Татьяна Николаевна боится, что если и в этот раз не удастся доказать халатное отношение к работе со стороны управляющей компании, то и остальные жалобы горожан в аварийной диспетчерскую службу не будут иметь юридического значения. Если говорить проще, отныне ТГК-14 вообще не будет нести вину ни перед одним своим потребителем, даже если перестанет подавать тепло и горячую воду в принципе. Будам Унхоев Юрий Шабаганов первая альтернативная. Другой остров коммунального неблагополучия находится практически в центре Улан-Удэ. С жалобой в нашу редакцию обратились жильцы дома на Трубачеево-59. Близлежащий двор до отказа забит бытовыми отходами. Дома находятся в аварийном состоянии и без попечения со стороны управляющих компаний. Подробности далее. Похоже, что нашему городу не суждено стать чище, судя по тому, что творится в одном из дворов по улице Трубачеева. Дома находятся практически в центре города. В двух шагах находится авторынок, заведение общественного питания и учебные заведения. Но даже несмотря на это, бытовые отходы разбросаны на десятки квадратных метров по округе. Местные жители заверяют, что становятся свидетелями такой картины уже не первый год. Наверное, года два, три, два, три, где-то так, наверное. Ну, везде ходили, даже просились, чтобы, ну, чтобы убрали как-то платно. Ну, в таких домах не убирают, сказали, в частных. В частных, ну, подвозка там еще что-то там. Нет ни дворников, ни контейнеров для мусора. Огромная свалка образована от безысходности, а усугубляет и без того нерадужную ситуацию проезжающие мимо автолюбители, прохожие и работники соседних организаций. Глядя на местный пейзаж, трудно подумать, что это не городские окраины, а центр города. По словам жильцов, все это великолепие стало следствием того, что от них отказались управляющие компании. А в поисках новых управленцев старики не раз обивали пороги городского комитета хозяйства. Но все тщетно. Вот недавно показывали депутатов, да, что вот они бедные, у них там отполовинивают эту пенсию их государственную. Я вот хотела, думаю, может быть, броситься нам пару блюда, принести им хлеба, может, на хлеб не хватает. Чем это вот такое-то все устраивает, надо сделать прежде всего вид города. Дома признаны аварийными в 2014 году. Отсутствует водоснабжение, канализация и отопление. Не так давно в одном из подъездов произошел пожар. Вся тяжесть последствий в виде черных стен и обгоревшей проводки легла на плечи жителей дома. Подъезд весь в дыму, черный. Дети боятся заходить. Вот сами что смогли, то побелили. И мы живем как бомжи. Мы натуральным образом бомжи. Вот что у нас, видите, что здесь творится. Так что никакой помощи ни от кого нет. Одна женщина пошла, она начала возмущаться, ну, что ее удивило все это, вот эта грязь. Она пошла, она же не знала, пошла в управляющую компанию нашу, быструю. Так говорит, да горите вы синим огнем. Количество таких брошенных на произвол судьбы домов с каждым годом растет. Управляющим компаниям невыгодно брать их на баланс, слишком много нужно вкладывать средств. Вот и до жителей дома над Трубачеево никому нет дела. И они остаются один на один со своими проблемами. Будам Мунхоев, Виктория Черных, Юрий Шабаганов, первая альтернативная. Другим новостям коротко. Уже неделю продолжаются судебные тяжбы в Тунке. 4 мая началось заседание райсуда по административному делу Аламжи Сыренова, который оспаривает законность выборов главы района. Прошло три предварительных слушания по делу о признании итогов голосования недействительными. Уже выступили несколько десятков свидетелей, представители избирательных комиссий, изучают и заверенные копии паспортов тех людей, кого Сыренов и миграционная служба не считают жителями Тунки. Как отмечает сайт Тунка.РБ, таких копий на рассмотрении не меньше тысячи. С бывшего мэра Улан-Удэ взыскивают более трех миллионов рублей. На днях торгово-промышленная палата Бурятии подала иск на своего бывшего руководителя Виктора Кукшинова. О причинах иска в самой палате решили не распространяться. Но, как стало известно СМИ, иск связан с убытками торгово-промышленной палаты во время руководства Кукшиновым. Напомню, Виктор Кукшинов руководил палатой с начала нулевых и до 2015 года. Также является одним из ее учредителей. С 1987 по 1994 годы был главой администрации Улан-Удэ. Телеканал «Культура» снял документальный фильм о знаменитом пианисте из Бурятии Дмитрии Маслееве. Обладатель первой премии 15-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского стал одним из героев фильма под названием «Конкурс». В настоящее время ведутся переговоры об организации показа документальной картины в Улан-Удэ в сентябре 2016 года. К другим новостям. В БГУ появился новый кандидат на должность ректора. Сегодня доктор физико-математических наук, доцент Валерий Архенчеев представил свои документы ученому совету ВУЗа. Таким образом, он главный оппонент Николая Мошкина, который ныне является исполняющим обязанности ректора БГУ. Напомню, в начале года был изменен устав университета, согласно которого ректора отныне назначает учредитель, то есть Министерство образования России. Отмечу, срок подачи заявок от кандидатов на должность ректора заканчивается 16 мая. До сегодняшнего дня единственным претендентом на руководящий пост был Николай Мошкин, причем его кандидатуру предложила Миноборнауки России. Превратится ли борьба за кресло ректора БГУ в спарринг только между Мошкиным и Архенчеевым, или же на арене появятся другие бойцы, станет ясно на днях, так как срок подачи заявок истекает в этот понедельник. Первые в Бурятии простые бурятские парни открыли Вайн-проект. Вайны – это короткие видеоролики-зарисовки на простые жизненные ситуации. Такой формат давно популярен в мире, теперь и в Бурятии появились собственные вайнеры. Найдите и подпишитесь в инстаграме на канал Паша Рома, где уже есть 16 тысяч подписчиков, причем не только из Бурятии, но и из соседних регионов, и даже Москвы и Казахстана. А делают этот канал обычные студенты из разных вузов Улан-Удэ. У каждого человека, который там, не знаю, чем-то занимается, едет в маршрутке или где-нибудь сидит на паре, ему как-то идея приходит в голову. И чтобы не забыть, он ее сразу когда-то записывает, каждый из нас. И когда мы собираемся все вместе, мы друг с другом делимся. Алло, интервью? У-а-а-а! Ну у нас, в принципе, в 19.00 завтра свободное время. Ребят, ну молодцы, что пришли, давайте поначалу познакомимся. Меня зовут Сергей. Сирокин. Ну ты прекрасно знаешь, как нас зовут. Сходи за кофе. Хорошо. О, блин, я все, блин. Я так волнуюсь. Не волнуюсь, не волнуюсь. Главное, не скажи чего-нибудь лишнего, слышь? Он идет, он идет, он идет. Ну кофе сейчас принесут. Для начала, отстаньте я себе. Я сплю без трусов. Как говорят ребята, чтобы стать крутым вайнером, нужны хорошие идеи и айфон, желательно шестой. На этом информационный выпуск завершен. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, снимайте его на камеру мобильного и присылайте к нам в редакцию. Будем делать новости вместе. И не забывайте, завтра пятница 13-е. До свидания. Каждый день радуем вас сотнями видов вкусных колбас. В Абсолюте скидки до 35% на местные деликатесы от БМПК. Абсолют. Гарант низких цен. Успевай! В Снежном Барсе супер рассрочка на год. Покупай цифровую и компьютерную технику без переплат и первого взноса. Мы ждем вас в цифровых супермаркетах Снежный Барс. Организатор акции ИП Калмаков ВС. Подробности, а также список партнеров акции узнавайте на местах продаж. Акция действует до 22 мая 2016 года. Воспользуйтесь нашим большим опытом в чистке мебели и ковров. Удалим грязь и запахи на 98% за 2 часа. С помощью профессиональной химии производства США и итальянского оборудования Сантуема. Мы гарантируем качество нашей работы. Клининговая компания «Дворецкий». Телефон 560 500. Любишь ли ты свой автомобиль? Любит ли тебя он? Конечно! Если ты обслуживаешь его в автотехцентре «Юпитер». Потому что мы заботимся о нем, как никто другой. Автоцентр «Юпитер». Любовь возможна. Улица Барсоева, 105. Телефон 33 33 13. Редактор субтитров А.Семкин.